В канун дня рождения героя Абхазии Гевиагрба в музей боевой славы собрались люди, хорошо знающие о незаурядных организаторских способностях прославленного генерала, его заслугах в национально-освободительном движении, в оказании достойного сопротивления агрессору и в укреплении обороноспособности страны. Каждый из участников рассказал свою историю, наиболее запавшую в душу. И, как отметил герой Абхазии Владимир Аршба, уходы с жизни Гевиагрба – утрата не только для семьи и друзей, но и для всего нашего народа. Одна из памятных наших встреч – это уже после того, когда фронт более-менее стабилизировался по ГУМИСТЕ. Меня уже отозвали с Ткварчала и назначили командующим вооруженными силами. Мы с Гевикомуговичем, Мушни Гевикомуговичем, я вот сейчас еще не помню, два человека кто-то были, ну, как бы определяли, что и как, кто чем будет заниматься. Мушни был определен как командующий фронтом, а задача Гевикомуговича была – организация личного состава. Давайте не будем забывать, что из себя представляли вот эти разрозненные отряды. Пять человек, пятнадцать человек, никто ни с кем не хотел идти как бы в одно подразделение. И задача Гевикомуговича была – ну, тот своей, как вам сказать, харизмой, своей силой. Вот он имел влияние на людей, и люди делали то, что он говорил. Он как бы никакой конкретной должности не занимал, но он занимался тем, что наводил порядок не только по фронту, но и в глубине, это вот в районе, где ресторан, эшера, вот в тех местах он наводил порядок. В этот вечер воспоминаний в канун 80-летия Гевиагрба были показаны архивные кадры с его участием. Боевые друзья, близкие и родственники подчеркивали его патриотизм, героизм и справедливость. Каждый, знавший Гевика Муговича, лично имел возможность ощутить эти качества на своем опыте. Он любил шутки. Был строгий мужик, но однажды приходит на работу и смеется, заливается. Я выявил Гевик Мугович, он мог вас ходить, это не кто-то, кто-то, кто-то. И все мы внуков любим. Ваш внук его Саид, да? Он про Саида рассказывает. У меня внук Саид, ты знаешь какой? Они уже с шелаги, с шелаги. Ну, так получилось, что Гевик Мугович министр был внутренних дел, председатель КГБ, первый зам министра обороны, потом воевал, герой и так далее. А его второй дедушка, его внука, Платон Бебе, все знаете, известный наш поэт, писатель и так далее. Мальчику показалось, что того мало, просто быть писателем. И разговор такой состоялся с его словом. У Саида с этим Платоном Бебе. Дедушка, ты генерал? Нет, к сожалению, хитри. А ты герой? Нет. А ты министр? Ора, нет. Ты вообще воевал? Нет. Ты что, грузинский, что ли, слушай? Герой Абхазии Гиви Агрба прошел тернистый путь к свободе и независимости своего государства. В послевоенные годы занимал ответственные должности, включая пост министра внутренних дел. Был первым заместителем министра обороны, а также руководителем службы государственной безопасности Абхазии. Его глубина позиции и подхода к решению любого вопроса. И, видимо, из-за этого и уважали, и он был беспрекословным авторитетом для более молодых солдат, командиров различных уровней. Он был, скажем так, если возможно, такое применение или формулировку к нему, что он был основательный сам по себе, но в то же время он был очень уютный человек в общении, в решении или обсуждении тех или иных вопросов, которые требовали незамедлительного их решения. Гиви Агрба принимал активное участие в общественной жизни страны и был создателем литературно-мемориального музея имени Дермида Гулия. То, что говорить можно сегодня о периоде войны, где больше всего проявились его характерные качества, потому что можно сказать про этого человека, что это образец преданности, образец человечности, патриотизма, который для меня, по крайней мере, как молодого человека в то время, это было самое главное, и на самом деле этим человеком можно было всегда восхищаться. Немалую часть своей жизни герой Абхазии уделил педагогической деятельности в школе-интернат города Сухум. Работая воспитателем, он вкладывал в детей дух справедливости и гуманизма. Гиви вырос в крестьянской семье, и в нем вот так вот это сидел вот абхазский такой менталитет, и он это внедрял в школе. Он, девочки, мальчики знали, что девочки это не одноклассницы, а это их сестры, и они после их денег к ним так относятся. Они благоговейно относились к своим учителям. Как отмечают друзья героя, любовь к родине всегда была для него на первом месте. В первый же день войны он пошел защищать свою обстановку, взяв с собой двух сыновей. У меня во время войны, значит, одно из таких воспоминаний, первые дни войны, я попал в батальон, если так можно было назвать, в Мушнехвардске. В третьем взводе находился. Ну, обычно мы занимались там вылазками. Вылазки это довольно громко было сказано, потому что в то время сплошной линии обороны не было. Даже иногда было приятно в Бумисту зайти, перейти, но как могли, пакостили, что могли, то делали. И тут, ну, обычно взвода ходили днем, ночью, вечером, а тут смотрю, несколько дней проходят, меня выводят из строя, днем пойдешь. Опять, ну, днем очень неприятно переходить тут ночью как-то, а днем, ну, нет. Я к Мушнехвардске подхожу и говорю, Мушнехвардске, что, говорю, за дела такие уже третий раз, говорю, от взвода, во-первых, отрываются, другими постоянно перехожу. Говорит, да нет, говорит, твой отец пришел, ты, говорит, его ночью не пускай, почему, говорит, он, говорит, плохо видит, говорит, у него близорукость, а ночью вообще ничего не видит. Пусть лучше, говорит, днем ходит. Оставляя позади личное, стремясь достичь глобальных целей, ни минуты не думая о себе и отдаваясь делу целиком, таким остался великий Гиви Камугович в памяти своего народа.